всем привет в эфире подкаст в поисках бирюзовых организаций сегодня меня в гостях роман дорошенко из компании scrum.ru роман консультант по организационному дизайну и мне очень понравилась формулировка которую он сказал приходящий seo человек который приходит в компанию для того чтобы навести порядок в процессах и передать ее основному seo сегодня мы будем говорить про scrum и на эту тему я знаю что роман лицензированный scrum тренер от scrum.org то есть это человек который в отличие от меня действительно разбирается в этой теме я такой дилетант практик который нахватался по верхам зато с богатым опытом внедрения кое-как чтобы работал роман кроме богатого опыта внедрения еще и знает как это должно работать в теории сегодня мы попробуем кое в чем разобраться про scrum роман расскажи чуть чуть поподробнее чем ты обычно занимаешься на проект обычно к нам приходят совершенно точно не за скромом потому что скром вообще такая штука которая мне кажется там большая часть разочарования которые мы сейчас видим потому что все приходят и думают что ему нужно потому что там не знаю сосед делает сосед соседа делает где-то пришел на конференцию услышал но на самом деле мы всегда такие запросы конвертируем вопрос а о чем на самом деле нужно потому что основная история это решать некоторую бизнесовую задачу и далеко не для всех бизнесовую задач scrum самый лучший инструмент вот мы занимаемся я в частности тем чтобы подобрать тот инструментарий те структуры в организации те процессы политики практики части связаны с целеполаганием для того чтобы бизнес работал так как нужно его акционерам фаундерам генеральному директору топ-менеджмента в зависимости от от группы людей с которым мы имеем дело и в зависимости от там размера и структуры управления организации супер я занимаюсь по сути тем же самым в своей маленькой компании повторюсь для тех кто забыл я являюсь наемным сотрудником я заместитель генерального директора вслерме и мы с собственником он же генеральный директор с игорем алимским активно занимаемся вопросами как наша компания будет устроена как будут устроены процессы поэтому я опять таки из позиции человека коту у которого нет богатого опыта консультирования наблюдения кучи компаний но есть богатый опыт внедрения это в своей компании считаю что это очень интересно и увлекательнейшая работа если бы я так не любил делать это сам я бы обязательно с кем-нибудь посоветовался про это но это как самое вкусное да это как отдать человеку свой торт вечерний там до сказать какие там полезную еду съем я торт съешь ты нет ребята это мой торт мне совершенно точно мне кажется что весь кайф работы которые делаю в ровно в этом заключается что все организации разные и это наверное кстати еще одна такая штука что все считают что вот не знаю всем подойдет одинаковое мы таких историй видели миллион там с не знаю массовым копированием модели спотифай например банками хотя там не знаю с года в год ребята из спотифай сами выходят на конференции говорят ребята не копируйте смотрите вот вы там скопировали условно как мы выглядели там три года назад смотрите сколько раз мы уже себя перестроили за это время вот вам что надо украсть как бы мета способность перестраивать организации вот мы умеем думать и делать так чтобы мы решали свою задачу мы музыкальный стриминговый сервис вы банк какого хрена вы думаете что это про одно и то же вот мне кажется это самое как раз интересное разбираться смотреть в разных кейсах с разными людьми в разных организациях разных контекстов и я как-то думал в какие моменты лично я получаю самое большое удовольствие от своей работы я для себя сформулировал этот момент когда вижу что моя идея срабатывает именно так как я ее придумал я так увидел в голове как и должно быть работ должно работать внедрил она работает ровно как я видел вот это для меня прям высшая точка работы а вот это главный мой личный кайф я так сказал что это кайф но это редко именно так происходит и в целом тому есть обоснование просто любая там организация это довольно такая сложная если совсем выдушно мы как бы правильно говорить комплексная социальная система и значит что любое изменение очень сложно предсказать всю его сеть последствий как она распространится по организации поэтому очень часто срабатывает но на 90 процентов так как должно сработать на 80 или порождает как какой-то другой эффект это абсолютно нормально и здесь мне кажется тоже такая штука часто я слышу типа вот мы сейчас сделаем кто-то так сделал у них сработало и у нас тоже с работы нет потому что не все идеально одинаково все последствия предсказать невозможно и как раз таки вот идея про постоянно этим заниматься держать фокус смотреть на том что получилось как изменилось что работает что не работает это прям такая большая важная часть да еще прям усугублю если добавить сюда контекст времени контекст конкретных задач и вызовов стоящих перед компанией если мы сегодня повторим то из-за чего добились успеха в прошлом месяце это уже может не сработать то процент даже сама повтор это уже история которая может не сработать что уж говорить про повтор чужого опыта чужой опыт это очень хорошая вещь которая нас на всякие размышления навевает скорее да нам идеи подкидывает но не то что можно там целиком стянуть внедрить и насладиться до сто процентов мы на самом деле как это человечество давно это знаем то есть там теории открытых систем что организация там систем находящихся на рынке и только она работает зависит от общем то ее окружение и поскольку окружение меняется не может быть статичным мы знаем там с 50-х годов тут сон на теории управления то что организации не могут копировать там одинаково одни и те же вещи ровно то что они находятся в разных контекстах как там эволюция теперь открытых систем это там ну соответственно тоже 50-60 ему госпитт там 70-й год ну в общем уже достаточно давно это знаем это исследовано доказано это не 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 какая-то штука которую вчера придумали но при этом мы по-прежнему верим что так можно как это есть вот это вот мне кажется инфобизнес так поэтому цветет потому что всем хочется какое-то вот простое решение которое тут точно сработает знаешь вот давай мы сейчас зацепимся за это мы по-прежнему верим и от этого перейдем к той теме которая сегодня хотел обсудить вот что для меня как для меня звучит эта фраза мы по-прежнему верим что это возможно она значит примерно следующее у нас есть руководители эти руководители заняты практикой они заняты своей повседневной деятельностью они не изучают работы не там 60-х готов не двухтысячных годов там не 2020 годов они у них как правило вообще нет времени глубоко погружаться в теорию там да и понимать границы применимости разных моделей они решают свои практически повседневные задачи и когда они видят что сосед сделал у него получилось они в общем логично думают почему бы это не сделать мне я говорю об этом легко потому что я точно такой же я не изучаю теорию мне очень интересно я что-то говорю из своих наблюдений ты мне возвращаешь а мы это знаем там уже 50 лет и там 60 лет супер а я узнал это сегодня и я не мог ниоткуда узнать в своей повседневной работе что когда-то кто-то это изучил меня нет на это времени нет на это ресурсы что мне здесь интересно в этом контексте я свои подкасты веду для того чтобы как раз очерчивать границу применения таких идей и в частности нормализовать некие отклонения теории до или модели поведения которые в общем не интуитивно или считаются неправильным и я получаю достаточно много фидбэка от людей которые говорят о мы переживаем то же самое что ты описываешь очень здорово что теперь мы знаем что это нормально тогда мы думали что за какая-то проблема с нами теперь мы знаем что это нормально и сегодня тема которую я хотел бы копнуть это мутации скрама когда я изучал скрам в нем была одна вещь которая меня изумлила она прям вот меня поставил в некий тупик это agile манифест который является абсолютно негибким точнее agile инструмент agile framework который говорит выполняйте меня буквально не меняйте ничего действуйте ровно по инструкции внедряйте это ровно по инструкции и будет вам счастье я в принципе со своим характером анархистическим да и я в принципе нонконформист и у меня всегда есть желание сделать не так как диктует если тебе дали новую бумагу пиши попереку для меня это стало прям вызовом перчатка брошенная в лицо фраза типа не смейте менять скрам и я набрал очень большой багаж опыт изменения скрам и мне хочется сегодня про это поговорить услышать твой опыт твой фидбэк и твои размышления на эту тему опять же потому что я уверен что среди моих слушателей есть количество людей которые знают скром гайд но не знают что скром можно менять и что его нужно менять и переживают по поводу того что в их компаниях все реализованы не так как в учебнике то стоит вообще начать немножечко сбоку то есть первое наверное почему так много там мутации изменений так далее потому что зачастую скром берется как некоторая вот история то что чуть раньше затрагивали да типа все это все так делают я так буду делать не они зачастую не очень понимаю на какой мы результат рассчитываем что мы хотим получить а какие вообще цели стоят перед организацией и вот тогда это все начинает мериться категориями это скрам это не скрам это хорошо это плохо это все некоторый набор оценок они довольно бесполезны то есть то что мы что-то назвали хорошим или плохим сути вещи не поменялось то есть мы тоже сказали что вот это хорошо мы больше денег как организации не заработали и любые вообще организационные изменения должны начинаться с понимания а зачем мы это делаем во первых потому что если мы не понимаем зачем мы это делаем они просто глохнут мы как взрослые люди не любим делать бессмысленные вещи а второе тогда мы можем противопоставлять любое изменение оно нам помогло в продвижении к тому результату который мы хотим получить или нет вот работающие и неработающие решение или там помогающие нам достигать больше результат или не помогающие вот это справедливое мерило мы заработали больше денег в случае коммерческой организации там получили какой-то лучший трекшн в части бизнес-метрик если там не операционно прибыльная организация ну в общем мы стали лучше как организация вот когда мы начинаем мерить вокруг этого это уже многие штуки легализует ну то есть я что-то сделал неважно скрам не скром какой любой другой подход взял придумал свой собственный и мы его использовали и стали более успешно как организация кто мне после этого вправе сказать что мы делаем какую-то фигню ну то есть посмотрите мы заработали деньги касательно гибкости и негибкости скрама скрам в этом плане сейчас последние версии 20-го года чуть формулировки смягчились они говорят о том что отключение каких-то элементов или не следования правилам скрам приводит к закрытию определенных проблем и ограничивает преимущества которые можете получать и потенциально даже делает фреймворк бесполезным и в этом как раз весь смысл то есть гибкости или гибкости если мы понимаем зачем мы используем инструмент опять же как скрам как молоток молотком хорошо сбивать гвозди не очень хорошо там шурупы закручивать вот скрам такой же инструмент с очень ограниченным тоже спектром применения то есть как минимум область применения к комплексным задачам то есть там где неизвестного больше чем известного и причинно-следственной связи имеют свойство терять воспроизводимость это то что в начале говорил то что мы вчера сделали сработало а сегодня сделал то же самое не сработало это значит что что-то перестало воспроизводиться значит нам нужно постоянно проверять что что-то по-прежнему работает или перестало работать нам нужно искать какой-то новый способ это первое ограничение второе как у молотка назначение забивать гвозди скрам назначение очень понятное это максимизировать то что звучит так абстрактно максимизирует создаваемую ценность то есть по факту максимизирует тот результат, который получает организация в той самой комплексной среде за счет коротких циклов обучения и высокой адаптивности. То есть мы уже предположили, что нам важно максимизировать самую создаваемую ценность, что нам нужна высокая адаптивность, что нам нужны короткие циклы обучения. Вообще не для всех бизнесов это так. Простой пример. Мы какая-нибудь аутстафинговая компания. И мы хорошо делаем свой бизнес тогда, когда мы умеем каждого человека на 100% продавать. Если мы так умеем делать, это наша бизнес-модель. Она работает хорошо. У нас вообще нет никакого фокуса на максимизации чего-то от какого-то продукта. У нас просто приходят и покупают компетенции людей. Нам скрам как фреймворк вообще не подходит. Он не решает ту задачу, которая стоит перед нашим бизнесом. Вот простой пример. Бизнес-модель есть. Инструмент, который как бы вроде бы частый популярный и в аутстафинговых компаниях, я его тоже много вижу, не решает эту задачу. Абсолютно согласен. Одна из компаний, которая владеет собственной эксплуатации, это DevOps-outsourcer, Sourcebridge. И у нас было несколько, не знаю так, подходов, размышлений, как бы там внедрить какие-то элементы скрама. И ответ никак. Ничего из того, что может дать скрам, не нужно этой компании. Все задачи решаются другими способами, гораздо лучше. Конечно. То есть там дальше возникает следующая история. Мы собираем людей в команду. Зачем мы собираем в команду? Да, там опять же строго по определению команды, да, группа людей объединенная. Общая цель взаимодополняемым навыкам. То есть им нужно работать вместе для того, чтобы создавать некоторый завершенный результат. Ну то есть если мы какую-нибудь компетенцию человека выкинем, результат теряется. Именно поэтому мы хотим, чтобы люди там работали вместе или в каких-то больших юнитах организационных, которые опять же создают завершенный результат. Если просто мы группу людей посадили вместе, потому что, например, нам важно, чтобы они компетенциями обменивались, но при этом они общего результата не создают в плане бизнесового результата для организации, никакая не команда, к ней не нужно применять никаких инструментов, которые людей объединяют именно вот в плане совместной деятельности. И вот эта вот история про то, что люди пытаются решать свою задачу, она плохо решается, и люди начинают брать инструменты и его перепридумывать, модифицируя и так далее. Это не потому, что инструмент плохой или задача плохая, а потому, что не надо молотком закручивать шурупы. Слушай, я тут прям два тезиса поймал, я хочу их прям по очереди разобрать. Первый тезис — это... Я это формулирую от себя, да, это мои размышления в процессе, вот ты этого не говорил, да, может быть, ты согласен, а может быть и нет. Первый тезис — секрет успеха скрама в его хорошем имидже. Это подходы, очень удобное название. Оно красивое, хорошее, его приятно произносить. Мы работаем по скраму, мы внедряем скрам. Название как Макдональдс, топ вообще. Вот это авторы угадали, и авторы других фреймворков, имея худшее название, просто проигрывают в популярности скрама. И второй момент — это то, что у скрама есть понятная инструкция. Эту инструкцию можно выполнить буквально и знать, что то, что ты сделал, это будет скрамом. В отличие от многих подходов, где еще требуется разобраться, а что же там мы имеем в виду, в скраме все детально, буквально прописано, поэтому о нем легко узнать, его легко в кавычках внедрить. Внедрить, то есть формально выполнить его требования и предъявить, смотрите, это крякает как утка, да, это плавает как утка, это макет утки в натуральную величину. С этой точки зрения, да, и опять же, я сейчас обращаюсь к слушателям, обратите внимание вот на какой момент. Вам интересен скрам, вы внедряете скрам, потому что вы о нем знаете или потому, что вы перебрали там десяток фреймворков, десяток подходов и поняли, что скрам — это то, что именно вам подходит. Я уверен, среди мелких и средних бизнесов, почти никто не делает такую исследовательскую работу, наткнулись на скрам, о нем все говорят, взяли скрам. И второй момент здесь — это мои размышления перед сегодняшним подкастом, они прям очень зацепились за твое определение команды. Команда — это группа людей, объединенная общей целью и имеющая взаимодополняемые навыки. Я правильно, да, воспринимаю? Да, да, все так. Вот в этом нету ничего про внутрикомандные процессы и внутрикомандные взаимодействия. И скрам — это идеальный набор костылей, если угодно. Это такой аппарат Элизарова, который берет все, что должно быть в команде и костылит это через какие-то конкретные действия. Я бы сейчас пригласил поговорить прям про конкретные процессы в скраме и разобрать, зачем это нужно, почему, если в твоей команде нету, например, лидера, который разбирается во внутрикомандных процессах психологии, да, если внутри команды нету групповой динамики, такой ярко выраженной там, да, дружбы, поддержки и прочего, то скрам хорошо работает. И почему он начинает меняться и отмирать, когда это появляется? Первый момент, который про описательность скрама и просто взять и делать по инструкции вообще непросто. Ну, то есть возьмем какую-нибудь там базовую историю в скраме. В конце каждого спринта мы хотим, чтобы у нас был полезный, готовый к использованию инкремент. Ну, то есть строго, формально уже даже не просто сделать. Ну, то есть... Подожди, а в чем трудность этого хотеть? Не, хотеть легко, а вот делать не так просто. И дальше начинается вот как раз история про то, зачем какой элемент. Вот скрам за счет того, что он выглядит как короткая инструкция, очень много оставляет за кадром, типа, а почему это так? Вот, например, история с инкрементом. А почему? Ну, типа, а почему не могу каждый второй спринт иметь? А почему не каждый третий? А почему не каждый пятый? В чем смысл? И вот эта вот вся история, а в чем смысл, она остается за кадром. В этом смысле вам просто дают подсказку, где искать. Написано, что там скрам основан на эмпирическом контроле, итеративно инкрементальной разработке, идеях бережливого мышления. Идите, копайте. И вот как раз без понимания, а что оно и зачем, очень часто это воспринимается как какая-то штука. Просто бери, делай, копируй. Со взрослыми людьми это бесполезно. Ну, то есть сказать взрослому человеку, иди, делай то, что написано в тоненькой книжечке. Ну, я найду 20 тоненьких, толстеньких, каких угодно других книжечек, где будет написано по-другому. И вот это, мне кажется, очень большая как раз беда и проблема, что мало кто задается вопросом, а почему оно так. Вот, например, в случае с инкрементом, идея-то очень простая. Мы хотим иметь короткий цикл обучения. Для чего? Для того, чтобы ограничивать стоимость риска, чтобы не получилось так, что мы, не знаю, 3-5 месяцев вложили в создание чего-то, что потом не пользуется спросом на рынке. На рынке вы думаете, как это продать. И такая штука есть абсолютно за... Слушай, давай вот прямо этот момент разберем. Про инкремент я не размышлял, но для меня сейчас инкремент звучит буквально так. Инкремент — это костыль осознанности. Если мы точно понимаем, что мы делаем, какой этап мы сегодня проводим, то нам инкремент не обязателен. Мы можем вполне себе делать его, например, трехмесячно. Но мы четко понимаем, куда мы продвинулись за неделю. Если же у нас вот этой внутренней осознанности нет, что и зачем мы делаем, то инкремент очень хорошо это заменяет. Мы должны поставить инкремент. Или мы это смогли сделать, и тогда мы куда-то движемся, или мы не смогли это сделать, и мы точно топчемся на месте и разбираемся, в чем именно мы топчемся, какая работа была проделана. Не, не совсем. То есть тут не костыль осознанности. Мы можем быть какими угодно осознанными, но если мы не вышли за пределы организации и не получили там как минимум качественно, желательно, количественно обратную связь, мы не имеем никакого подтверждения. То есть мы в это верим. А дальше вопрос осознанности, он заключается в следующем. Мы можем сказать, окей, мы готовы к стоимости рисков в три месяца. То есть у нас, не знаю, три команды работают три месяца, каждая команда нам стоит условно там, не знаю, сто долларов, мы готовы 900 долларов в случае чего потерять. Вот это элемент осознанности. То есть мы говорим о том, что мы понимаем, зачем мы это делаем. Нам из коробки предлагается инструмент контроля управления рисками и получения знания через тестирование предположений об рынок. Мы можем сказать, мы не хотим. Более того, каждый тест, понятное дело, что он, это некоторый набор транзакционных издержек, связанный с каждым экспериментом. То есть любой процесс, основанный на каком-то количестве экспериментов, он будет дороже, чем линейный процесс. И нужно понимать, мы эти издержки несем. Зачем? То есть если мы как бы действительно хотим управлять стоимостью риска, мы хотим управлять вероятностями получения нужного нам результата, мы не готовы потерять большое количество денег. Это одна ситуация. Мы большая, богатая организация, нам в целом пофиг. Ну то есть типа реально вот эти там три месяца трех команд, это просто на сдачу от обеда. Окей. То есть это тоже нормально. Просто вопрос, что вот это решение, оно должно приниматься из того, к чему мы готовы, к чему мы не готовы, из каких-то реальных денежных показателей организации. А не просто мы берем этот инструмент или этот. Вот это очень, мне кажется, самый глупый разговор. Смотри, вот здесь прям очень интересно. У меня есть своя точка зрения. Опять я сейчас говорю про свои эмпирические какие-то моменты. Да, оно звучит так. Чем ближе к ядру бизнеса, тем меньше тестов и больше веры. Нельзя произвести революцию на рынке, опираясь на тестирование инкрементов. Мы сейчас возьмем, например, академически, о чем любят говорить, Ford, Генри Ford, который вводит инкременты своего автомобиля и показывает будущим клиентам. Говорит, смотрите, вот я нарисовал, вот у нас есть дизайн. Вам нравится? Они такие, блин, а лошадь куда запрягать? Понимаешь, да? То есть если ты что-то кардинально меняешь, то рынку предстоит освоить это, полюбить это. И вполне возможно тебе предстоит прожить какой-то период, когда на тебя будут смотреть как на дебила. Даже когда у тебя закончены продукты, ты его выкатил уже. Что говорить про период, когда ты только его разрабатываешь, у тебя появляются какие-то отдельные его элементы. Вот, поэтому повторюсь, чем ближе к ядру бизнеса, тем больше веры, меньше тестов. Но это опять-таки форма осознанности. Мы понимаем, что мы хотим провести революцию, мы хотим что-то изменить, изменить правила игры, мы понимаем, что тестирование какой-то части, там, они лишены смысла, а может быть даже сразу выкатка, она не сразу даст результаты, так скажем, да, что в начале она покажет убытки. Мы готовы рисковать, мы понимаем, что это риск. Если мы не произведем революцию, то компания закроется. Так бывает. Но ее смысл существования был в том, чтобы произвести эту революцию. Мы эту компанию создавали с целью произвести революцию на таком-то рынке. Сто процентов так, тут вопрос в другом, что очень часто мы воспринимаем, что мы показали дизайн и мы что-то протестировали. Нет, не протестировали. То есть это история про то, как мы можем, во-первых, там, это уже там больше истории про продуктовую разработку, миллион отдельно взятых гипотез. То есть вообще, что существует проблема, которую мы хотим решать по-другому. То есть гипотеза проблемы, ее отдельно вообще можно проверять без какого-либо решения, что это достаточно массово, она может быть монетизирована, или что мы можем забрать у какого-то другого решения деньги или время и так далее. Это все можно тестировать. В том случае с тем же самым Генри Фордом понятно, что показывать дизайн автомобиля это обратная связь на, там, не знаю, дизайнерские навыки, способность рисования, не на продукт. А вот про то, как мы можем условно максимально дешево симулировать итоговое решение и попробовать его продать или продавать на протяжении какого-то времени, или просто продавать, не имея продукт, как, например, там, в свое время, тоже известный, например, всем Dropbox сделал. Когда они просто нарисовали весь опыт, как это будет выглядеть просто в виде YouTube-ролика, понятия не имели, смогут ли они еще это сделать или нет. Итог, там, получив под миллион регистраций в «я хочу попробовать ваш продукт», вообще начали думать, а стоит ли это делать. То есть это как раз история про придумывание, о чем мы хотим проверять и как, и зачем. Если мы скажем, что, блин, мы реально в это верим, и мы принимаем этот риск, это тоже решение. То есть оно не хорошее, не плохое, оно просто другое. Оно просто должно осознаваться, что мы отдаем и чем получаем. Вот я вообще со всеми инструментами про то, что... Ты правильно сказал, что у многих людей, особенно в топ-менеджменте организации, к сожалению, зачастую за счет того, как организация существует, очень большой фокус на операционную деятельность. Например, на какие-то координационные функции, разруливание насущных проблем и так далее, а не на структуре построения организации. Это как бы та реальность, с которой многие сталкиваются. Поэтому мало кто реально садится и разбирается. А зачем вот эта штуковина? А какая идея за вот этим? Откуда оно взялось? А почему оно должно работать так, а не работает по-другому? Но это важно. Просто потому, что в противном случае мы зачастую берем только какую-то оболочку. Это там не только со Scrum так, это было и с, там, не знаю, с Total Quality Control там и со всем остальным, со всеми подряд управленческими подходами и практиками, которые существовали. Там от Management by Objective, какой-нибудь абсолютно так, что есть люди, которые там реально тратят свое время, разбираются детали и получают из этого результат. А есть остальные, которые уже просто пытаются что-то скопировать, результат не получают, говорят, это фигня и двигаются дальше к какой-то вот следующей штуке, которая для них так же не сработает. И тут просто дальше вопрос. Можно инвестировать свое время в это все дело? Можно взять человек просто, который уже умеет, знает и объяснить, расскажет? Но я, короче, в любом случае за то, чтобы сначала понимать, какую задачу мы решаем, потом думать о том, а почему мы считаем, что тот или иной инструмент подходит для решения, и почему он срабатывает, а в каких случаях он не работает и не должен сработать. Это касательно, там, скрама, чарт-практик-политик, чего угодно. Я вот просто такой, как бы, в деталях. Абсолютно. Слушай, я сейчас чуть-чуть приведу контр-примера. Пару мне в голову пришло, походу, да, продуктов, чтобы не было ощущения, что любой продукт можно протестировать, да, продукты, которые меняли поведение клиентское, и до их популяризации никто не думал, что это имеет смысл. Первый продукт — это iPod Shuffle. То есть это плеер, mp3-плеер, я настолько олдскульный, что помню, что такое mp3-плееры, и даже CD-плееры, и даже кассетные плееры, и даже как карандашом перематывать кассет. Это плеер с единственной функцией, если его встряхнуть, у него переключается песня. Никто не думал о том, что это имеет смысл, кроме Стива Джобса, который разглядел этот паттерн и сказал, если мы выкатим это на рынок, у нас будет достаточно много людей, которым это понравится. И люди распробовали со временем. Это было, в отличие от кейса с дропбоксом, который я обожаю, абсолютно контр-интуитивно. Показать людям плеерское, смотрите, на нем нет ни кнопок, ну, не знаю, там, по-моему, пуск был и стоп там, да, на нем нету кнопок, на нем нету экрана, на нем нету ничего, вы не можете управлять, иначе как просто встряхнуть, чтобы следующая песня заиграла. И второй такой же кейс — это кроссовки Kanye West, изики, которые, когда вышли на рынок, выглядели как полная херня, а через, там, условно, год все в них ходили. Тоже тестирование на людях, там, да, пока люди не привыкли, что это круто не распробовали, да, никто не мог даже подумать, что, вау, это, там, гениальное дизайнерское решение. Нет, там, смотрелось из коробки как полное дерьмо. Опять, мое личное мнение, может быть, сейчас модельеры набегут и напихают мне в панамку, но вот я это видел так. И я возвращусь к исходному тезису, инкремент — это костыль осознанности. То, что ты рассказал, это как раз про осознанность. Мы должны осознавать, какая наша цель, какая наша модель успеха, как мы можем проверить, какие риски у нас есть, да, и тогда мы выбираем под это фреймворк, как мы будем наблюдать, что мы идем к цели. Иногда мы никак не можем наблюдать, мы можем просто верить. Иногда у нас есть еженедельное наблюдение, с этим все отлично, да. Я во всех этих ситуациях был, но если руководитель еще не умеет оперировать такими понятиями, если он не проделал работу, которая занимает вообще-то месяцы и годы по вырабатыванию в себе этой культуры формулировки рецептов успеха своей компании, вряд ли он за неделю научится это делать. Но увидеть инкремент, сказать, а нам надо каждые там две недели смотреть инкремент, он может. Повторюсь, это костыль, который очень быстро заменяет вот этот, эту осознанность. Единственный недостаток работает в очень небольшом количестве случаев. Ну, касательно большого-небольшого количества случаев, я бы тут, наверное, поспорил. Вопрос, опять же, просто, мне кажется, часто нам кажется, что мы можем прийти, взять вот любую компанию, организацию, как она есть, приложить к ней скрам и там все заработает. Нет, не заработает. Ну, то есть, конечно, потому что, вот тоже, на чем мы говорили, почему скрам такой негибкий? Потому что у него есть второе назначение, это показывать относительную эффективность процесса продуктовой организации. То есть, мы смотрим, как у нас, что у нас, берем скрам и говорим, так, вот это мы не можем, раз уж мы говорим про инкремент, инкремент там каждый спринт, то есть, хотя бы раз в месяц мы не можем. И тут есть два выбора. Первое сказать, нам это не подходит, то есть, мы, по сути, что делаем? Мы берем текущее положение дел в организации, просто какое-то переименование делаем, говорим, все, ну, смотрите, мы вот этих переименовали владельцев продукта, этих скрам-мастеров, эти у нас разработчики, вот у нас там была летучка, стала ежедневный скрам, все готово. Смотрите, все критерии сходятся, но как раз-таки вот эта штука, те части, которые описаны в скрам-гайде не работают, на самом деле скрам для вас работает, она просто показывает, что есть какие-то ограничения в организации, которые не позволяют работать с этой историей, с минимизацией риска, адаптивностью и так далее. Это дальше просто показывает, и дальше действительно это элемент осознанности. Мы хотим двигаться из этой точки дальше, например, сокращать этот цикл обратной связи и так далее. Это может подразумевать колоссальную работу, мы дальше можем пойти копнуть внутрь команды, сказать, ой, у нас нет взаимодействия в команде, а почему? Можно там до смерти проводить ретроспективы и там говорить, что мы более лучше будем завтра работать. Но если внимательно посмотреть, там у всех индивидуальные цели KPI, и мы говорим, нет командной работы, а с чего бы ей там взяться? А чтобы это заработало, это должен кто-то прийти на уровень топ-менеджмента и цель полагания в организации перестроить. Это большая работа. То есть здесь просто мы увидели какие-то штуки, которые не срабатывают, и дальше это выбор. Кстати, то, что можно прийти ли к тому же самому без фреймворка? Абсолютно. Ну, то есть, вообще один из двух авторов Кен Шайбера, он вообще говорит, что скрам — это просто инструмент встраивания эмпирического контроля, то есть получения знаний из опыта в организацию. Минимальный. То есть я там, если посмотреть историю эволюции скрама от год в год, он только меньше становился, больше никогда не становился. И он говорит, моя задача — выкинуть все, оставить минимум, который вот встроит эмпирический контроль, все, все остальное выбросить. Можно ли к этому прийти? Сто процентов. Скрам же не… там, опять же, мало кто, наверное, или может много кто не знает об этом, знает, но скрам не придуман как теоретическая конструкция. И изначально люди к тому, что так можно делать, в разных местах пришли самостоятельно. Еще в 86-м году в Гарвард Гарвард Бизнес Ревью японские ребята, таки ученанак, выпустили свой там результат своего многолетнего исследования под названием The New New Product Development Game, где они исследовали успешные там продуктовые команды своего времени. От там ребят, которые работали над Honda и City Jazz до там Fujifilm камеры. Это, кстати, все там хардверно-софтверные продукты, тоже многие говорят, что скрам — это про софт. Вообще-то нет. И просто выявляли общие характеристики и способ работы такого рода команд. То, что сейчас в ослабленном виде известно как T-Shape, тогда это было мультифункциональное развитие. Люди соседнюю докторскую степень в соседней области инженерии получали. То, что сейчас там история про фокус на одном элементе работы, накладывающейся фазы разработки, описано в 86-м году. Это уже результаты исследований, соответственно, еще до этого оно было сделано. Даже слово Scrum, если внимательно посмотреть, в The New Product Development Game, под заголовок Moving the Scrum Downfield, то есть перемещает эту конструкцию вниз по полю, даже слово, оно оттуда. И это, то есть, ну, у людей не было фреймворка. Мне откуда было взять Scrum Guide, прочитать, о, нифига, надо так делать. Они действительно к этому пришли сами через эксперименты. И на самом деле две плоскости экспериментов. Продукт, улучшение характеристик продукта и его результаты на рынке. И организация или группа людей, которые этот продукт создают. Все, это просто два вложенных цикла эмпирического контроля. Scrum просто дает больше деталей, говорят, вот смотрите, уже много лет люди так делают, и у них получается. Да, я абсолютно уверен, что люди, которые существенно больше понимают, намного лучше и правильнее понимать не Scrum, а принципы, на которых он стоит. Потому что, используя принципы, вы можете адресовать вашу конкретную ситуацию, которую Scrum Guide вам не даст. Например, не знаю, у вас есть отдел продаж. Вот его надо в Scrum команду включать или нет? Я, кстати, запросто отдел продаж по Scrum организую, если попаду в ситуацию, где это требуется и возможно. Нет, вот у тебя есть ребята, которые продукты разрабатывают, а есть ребята рядом, которые его продают. Да-да-да, я знаю, у меня есть опыт организации по Scrum работы как раз непродуктовых команд и маркетинга, и продаж. И в целом, смотри, вот я хочу развить те идеи, которые я тебя сейчас услышал, но чуть-чуть их со своей стороны, со стороны вот такого, опять же, управленца на них посмотреть. У нас есть два процесса, мы сейчас на них посмотрим по кускам. Первый процесс — это продукт, второй процесс — команда. И в обоих нужны определенные элементы. Давай начнем с команды. Давай. Первое, что, на мой взгляд, в команде нужно, да, не по очереди, да, чтобы не было, что, типа, это главное, это не главное, по очевидности, давай я так отсортирую, первое, что в команде нужно, это горизонтальные связи, чтобы у нас Вася мог обратиться к Пете, а Петя обратиться к Васе. Горизонтальные связи, опять чуть-чуть зацеплюсь с моей любимой темой спиральной динамики, это фиолетовый уровень, это такая база клановая, когда мы знаем, кто свои, кто чужие, мы со своими общаемся, мы им помогаем, там, впрягаемся за них, да. Эта задача может решиться через построение такого командного взаимодействия. Мы всех вывезли на шашлыки, все перезнакомились, там, может, там, алкоголя немного выпили, я не сторонник, и там, очень мало пью, но иногда это действительно помогает, там, закрепощенным людям чуть-чуть раскрепоститься. То есть вот все передружились, и горизонтальные связи налажены, не все друг друга знают и спокойно друг с другом общаются. А второй сценарий, когда мы проводим утренние летучки, где люди собираются, мы их буквально заставляем друг с другом общаться. Смотри, озвучь, что ты собираешься делать, теперь коллеги подумают, как это влияет на их работу, а потом ты попросишь помощи там, где она тебе нужна. И это не потому, что ты их знаешь и ты с ними дружишь, а потому что фреймворк требует. Если у нас сильные горизонтальные связи в команде, стендапы можно убрать вообще. Тут сразу много вещей. Первое, значит, про горизонтальные связи, и я не очень верю, что так это работает, точнее, это может работать при условии, что дальше внутри организации условия для совместной работы созданы. Ну, я уже приводил пример с индивидуальными целями, мы поели шашлыков, я пришел, у меня свой кипя, и у тебя свой. Шашлыки поесть с тобой вкусно, но до свидания, пожалуйста, не приходи. То есть это первая важная штука, а ей очень часто в организациях пренебрегают. Или если я сделаю вид, что это я все затащил, я получу свой бонус, а ты не получишь. Шашлыки с тобой. Со стендапом та же самая история. То есть если у нас с тобой конфликтующие цели, или мы с тобой воюем за бонус, мы и на стендапе то же самое будем конфликтовать. И понятное дело, что речь идет о корпоративной культуре, и опять же, если у нас лидер команды имеет хороший психологический талант, бэкграунд, он может это сделать неформальными способами. А если наоборот, например, сильный разработчик или сильный продуктовик, но как психолог не блистает, ему проще сделать это через фреймворк, через стендап. Я считаю, что ни то, ни другое, на самом деле, нифига не сработает. То есть это не вопрос ни психологии, ни культуры, это вопрос организационной структуры. Ну то есть индивидуальные цели не имеют, это провоцирует определенное поведение. И оно как бы заложено, да, оно имеет психологическое обоснование и так далее. Но это просто элемент организационного дизайна. То есть тут это не... Это как раз история, почему вот управленцы очень часто и много загружены. Потому что, например, вместо того, чтобы посмотреть, что, блин, у меня там командный динамик не такая, как меня устраивает, потому что у меня есть структурный элемент, связанный с индивидуальными целями, я буду приходить и разрешать локально конфликты между людьми и говорить, ребят, ну вы чего не можете договориться, давайте я вам помогу договориться. То есть это занимает очень много времени, это достаточно дорого с точки зрения координационных издержек. Поэтому, да, тут Daily Scrum, как правильно называется, тоже не спасет. И вообще его идея это не заставить людей общаться, не рассказывать, кто кому, кто что делает. Кстати, тоже частое заблуждение. Идея-то опять же в чем? Это самый короткий цикл эмпирического контроля. 24 часа. То есть мы просто смотрим, как мы продвинулись к цели, к некоторому изменению реальному в продукте, желательно и на рынке за предыдущие 24 часа, и как мы можем максимизировать вероятность ее достижения, перепланировав свою работу на следующие 24 часа. Если мы рассказываем друг другу, кто что делал и кто что будет делать, это значит, что мы просто как команда внутри 24 часов не работаем. Мы просто разбежались по углам, и мы и так понятия не имеем, кто что делал. Это не командная работа. То есть, а где взаимодополняемые навыки? Если они взаимодополняемые, то как так вышло, что мы 24 часа никто ни с кем не работал, и мы друг перед другом отчитываемся? Это опять же просто про понимание. А нафига оно нужно в скраме? Не для того, чтобы людей заставить поговорить. Мне вообще кажется, что это какая-то базовая история, что если человек приходит в организацию, но голосом через рот как бы коммуницировать, это некоторое базовое ожидание, что человек может. Ах, если бы, как говорится, твои бы слова до богу в уши. Знаешь, здесь забавный момент. Опять ты смотришь на эту ситуацию с такой высоты того, как это бывает круто, а я смотрю с приземленной ситуацией того, как это бывает не работает вообще. И знаешь, я согласен с идеей того, что мы там каждый день подруливаем, надо ли нам изменить план, надо ли нам что-то перепланировать. Но для этого даже стендапы не нужны. То есть, если у нас такая вот хорошая, плотно работающая друг с другом команда, они просто вбрасывают там условно идея. Ребят, по-моему, чуть-чуть не туда идем, давайте вот сюда подруливаем. И да, и нет, тут есть очень такой, опять же, смысл. Мы эволюционно созданы так, что мы очень хорошо фокусируемся на текущей деятельности. То есть, мы очень хорошо понимаем, что мы делаем сейчас, но мы склонны закапываться в детали. То есть, мы прикрутили вот тут рюшечку, вот тут бантик, а потом выныриваем из этого, такие, блин, а для чего мы это делали? Не знаю, у нас была там прикладная задача средний чек вырастить. А это нам поможет средний чек вырастить? Блин, нет, а нафига тогда мы это сделали? То есть, если мы говорим о том, что мы достаточно, опять же, не знаю, осознанные, опытные, доверяем себе, что мы не забудем это сделать, то действительно, тут вопрос не в самом событии, а в том, чтобы его наполнение регулярно случалось, чтобы мы не забывали, задавали себе вопрос условно, а не фигню ли мы делаем на регулярной основе? Все. То есть, это действительно помогает укрепить эту привычку. Можем вообще ежедневный скрам, на самом деле. Вот мы целый день сидели, все вместе в одной комнате работали, постоянно общались, мы знаем, кто что сделал. Провести за две минуты, никто не заставляет вас даже 15 минут инвестировать в ежедневный скрам. Просто сказать, так, ребят, на чем мы работаем? О, над повышением конверсии. Классно. А что, как завтра будем там, что делать? Сегодня мы точно ничего зря не сделали. Ой, сегодня мы что-то подупоролись, поэтому завтра давайте сфокусируемся больше на другой части. Все. О, этого более чем достаточно. Требуется для... Можно ли к этому прийти и просто имея там классное понимание, опыт, что это важно и нужно? Сто процентов. То есть, опять же, идея просто скрам встроить минимальное количество циклов вот этого самого эмпирического контроля, который позволит получать регулярную обратную связь от рынка и на основании нее действовать. Наверное, супер важная штука к твоей предыдущей фразе. Забыл совсем сказать. Очень часто еще, мы тоже говорим, команда-команда-команда. Считается, что скрам прикладывается к команде. Это вообще очень большая ошибка. Скрам не прикладывается к команде, скрам прикладывается к продукту. Именно поэтому в куче организаций, там, 10 команд, 10 владельцев продукта, 10 скрам-мастеров... Нет. Даже внимательно читать Scrum Guide, там будет написано, что если скрам-команда становится слишком большой, она разделяется на две, при этом у них остается один владелец продукта, один веклог продукта и так далее. То есть, это, опять же, Из определения команды это на самом деле следует Что если у нас общие цели, нам нужны взаимодополняемые навыки Чтобы вместе вот эту большую штуковину теперь создавать Нахренаж мне теперь это дробить на части, когда это как бы становится просто кусочками И это опять же просто, ну если задуматься, а почему оно так, куда она прикладывается Оно выводится, то есть опять же скрам это не некоторое ноу-хау Это просто некоторая комбинация базовых принципов, которые вот через некоторые механизмы реализуются И в этом смысле это знаешь как в школе на химии, вот какой-нибудь такой пример Ты можешь классно понимать, почему у тебя там два реагента каким-то образом в взаимодействии вступают Получается такой результат, но чтобы тебе там пятерку получить за лабораторную Тебе просто нужно понять, что ты бери вот эту штуку, наливай вот эту штуку, подогрей И тебе там получится вот это, и тебе пятерку поставят Ты можешь вообще не понимать, почему оно произошло Тогда ты просто копируешь действия Но вот, к сожалению, со скрамом то же самое Очень многие пытаются копировать действия, не понимая зачем А это, во-первых, довольно отвратительно делать Потому что взрослому человеку просто копировать действия, не понимая А зачем, какой результат, это просто неприятно И мы, как взрослые люди, это не любим делать А во-вторых, когда становится не очень понятно А весь скрам не очень понятен, потому что он очень минималистичный Там не написано конкретно, делай раз, два, три, четыре, пять, шесть И тогда у тебя получится Остается много вот этого пространства, где копирование тоже не работает Вот, поэтому я вообще за то, чтобы с любым инструментом, будь то скрам, чего угодно Сначала разобраться, а нафига он такой И почему он, как бы, работает в таком виде и не работает в другом И вот тогда, как бы, можно уже действительно, как ты говоришь, существенно большим уровнем понимания говорить Я вот это делаю, я могу даже не называть это ежедневным скрам Мы работаем с клиентами, мы вообще стараемся убирать всю терминологию Кому какая разница, что вот эта штука называется бэклогом продукта Мы к ней придем Но вообще с топ-менеджментом все равно всем наплевать, что у нас будет бэклог продукта У нас будет упорядоченный список работы, где мы будем постоянно видеть относительную важность элементов работы по отношению друг к другу Наплевать, что это называется бэклогом продукта Ну то есть в нем смысл не в том, что это бэклог продукта, а в том, что мы все время видим, что важнее чего Все Я сейчас попробую сформулировать вот свои ощущения, которые у меня сложились из того, что я услышал, из того, о чем я до этого думал У нас, я повторюсь, я все равно вижу эту командную часть и вижу командный процесс Если их провалить, то работа не будет сделана То есть неважно, относятся к ним скрам или нет Но давай, окей, посмотрим на продукт Лично я на том уровне развития, где я нахожусь сейчас Я вижу, что нам нужно относительно продукта делать несколько задач Первое – это общаться с клиентами Нам нужен этот продукт, узнавать мнение клиентов, узнавать их требования, ситуации в любой форме И показывать клиентам этот продукт в любой форме Очевидно, нам нужно общение с клиентами Второе – я это называю, нам нужен рецепт успеха То есть он может быть в виде бэклога и каких-то конкретных действий Он может быть и в другом виде Но главное – мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы доставить вот эту ценность клиенту У нас есть рецепт успеха И третье – это нам нужно наблюдать, как мы выполняем этот рецепт успеха И показываем людям, смотрите, вот мы вот это сделали Это теперь можно купить или заказать или дать фидбэк И мы наблюдаем, что мы действительно реализуем не что попало, а вот этот рецепт успеха То, что мы получили в конце недели или месяца Бьется с тем, что мы задумали А если не бьется, мы понимаем, почему и где мы изменили этот процесс И меняем исходный рецепт успеха Мы говорим, ага, вот старая формула сейчас выглядит неадекватно Мы ее поменяли, и наш результат бьется с новой формулой успеха, которую мы вывели Это может быть решено в виде скрама Это может быть решено кучей других способов Например, я экспериментировал, опять же, очень так наколеночно с Dragon Dreaming Когда на этапе планирования с командой обсуждал Что вы мечтаете сделать, в чем вы видите самую большую перспективу сегодня И мы проводили планирование в виде намечтать себе неделю А потом мы праздновали неделю А что у нас получилось из того, что мы мечтали Что не получилось, где что-то пошло не так Где мы получили то, что хотели, но поняли, что это не нужно Это был тоже весьма себе продуктивный процесс И я использую сейчас, например, подход знать главное, я это говорю Окей, что главное в нашей команде сегодня, к чему мы идем, какая большая цель И что ваше личное главное, которое бьется с этой большой целью Что вы считаете на этой неделе, самое важное надо сделать В конце недели я там задаю вопросы в духе А сделали ли вы то, что считали самым главным Опять я слышу, я понимаю, насколько это бьется с общей целью Сколько вы на это потратили времени Насколько это качественно сделано Что было прям там лучшим часом за эту неделю Когда вы вот максимально приблизились вот к этому главному Это опять к вопросу о том, что мы понимаем, что мы доставляем Что люди не просто делают свою работу А люди понимают свою роль в поставке нашего продукта Но любой способ, он сработает, если мы выполняем эти вещи Мы знаем, мы общаемся с клиентами Мы знаем свою формулу успеха И то, что мы сделали за неделю, бьется с этой формулой успеха Так и есть Ну то есть, вот то, что мы там чуть раньше обсуждали Что у тебя есть петля обратной связи по продукту То есть у нас есть некоторые предположения Мы верим, что это сработает, мы проверяем, сработало или нет И на основании этого либо продолжаем действовать Если подтвердилось, либо меняем курс Если не подтвердилось И вторая петля обратной связи в части нас самих Как мы этот продукт строим То есть это вот то, что ты говоришь А действительно ли мы классно работали А действительно ли у нас классное качество А действительно ли мы клево взаимодействуем И так далее Это то, что касается такой составляющей нас Как группы людей, которые работают над созданием чего-то Вот Scrum это просто имплементация вот этих самых петель обратной связи Это одна из, в целом Один из двух авторов Scrum Кеншопера говорит Что если бы меня заставили свести Scrum к всего лишь этому правилу Я бы сформулировал это следующим образом Готовый инкремент каждый спринт Потому что это вот ровная история То, что ты научился выстраивать свою работу таким образом Чтобы тебе иметь низкую стоимость риска и так далее У тебя за счет этого частая обратная связь Ты можешь подруливать тем, что делаешь с точки зрения продукта Все остальное это просто вот детали, как это сделать Минимальный набор деталей Без еще объяснения, а почему они именно такие на самом деле Потому что, опять же, Кеншоп, как автор и постоянно постулирует о том Что, ну, наша задача делать это минималистичным А вот все, что там на бэкграунде, если вам нужно Пожалуйста, вы всегда можете там в первоисточнике разобраться Поэтому абсолютно это просто одна из имплементаций И с точки зрения продукта, опять, того, что вы поставляете с точки зрения деливера Если вы общаетесь с клиентами, как бы это ни выглядело В сервисной компании это может быть регулярное общение с клиентами, с заказчиками А в продуктовой компании это может быть демонстрация продукта, фокус-группы Или просто какие-то кастдевы Если вы знаете свой рецепт успеха За счет чего вы хотите преуспеть, выиграть Разбогатеть, заработать деньги И вы действительно делаете именно то, что вы задумали А не куда-то в бок утекли И вы считаете, что форма успеха ваша, условно говоря, высокое качество А занимаетесь вы крутым дизайном Или ваша форма успеха быстродействия А вы занимаетесь дизайном, который замедляет быстродействие И тормозит юзер экспириенс То плохие новости У вас внутри есть конфликт между этими элементами Все Если они подружились, как бы это ни выглядело, все хорошо И с точки зрения команды я вижу следующий момент Что секрет команды в том, что люди общаются друг с другом Люди умеют достигать результата То есть не просто общаются И общаются, и достигают результата Люди находятся в синхроне Мы ими дирижируем каким-то образом Они понимают, чем занят их сосед И, наверное, последнее, что здесь Это потребности каждого удовлетворены А его успехи и достижения признаны Если мы создали такую атмосферу Где люди нормально общаются друг с другом Они работают в синхроне И каждый получил, собственно, фидбэк на свою работу Каждого мы похвалили, когда он хорош Или поругали, когда он плох Но опять поругали не его, а его работу Если мы понимаем, что этому человеку нужна Его система мотивации и прочее Она пьется с тем, что ему нужно То все отлично, команда будет работать Да, все так Мне кажется, здесь важная штука То, что ты сказал про создание атмосферы Но только атмосфера сама по себе не создается Она проектируется за счет тех или иных элементов организации Вот это, мне кажется, что это как раз основная задача Топ-менеджмента организации Ну, то есть, условно Если мы видим, что у нас Там пять команд работают над одним продуктом Мы не можем иметь командные цели Тогда у нас будет командная идентичность И у нас не будет взаимопомощи между командами Если там у нас Мы хотим, чтобы у людей была больше, чем одна компетенция При этом у нас там, не знаю Функциональные отделы Функциональные грейды привязаны Там, не знаю, Java-разработчик первого, второго, третьего уровня А мы говорим, слушай, а может быть Тебе бы еще там, не знаю, в сторону Quality Assurance посмотреть Я говорю, да какой Quality Assurance, вы что Мне за это ничего не будет Идите, пожалуйста, лесом И мы такие говорим Блин, вот у нас люди развиваться в организации не хотят У нас нет культуры развития Не культуры развития, нет Организация внутри сейчас просто построена таким образом Что она совершенно не создает условия для этого Поэтому создание условий для того типа поведения, которое тебе нужно А поведение тебе нужно тоже не просто так Которое поддерживает достижение бизнесовых результатов Это и есть задача топ-менеджмента Задача проектирования организации Причем от цели организации Scrum это просто одна из имплементаций организационного дизайна Которая, опять же, как мы уже там в начале обсудили Не всем подходит Вот я делаю Outstuff А мне все говорят Ну что, Scrum вот все на рынке делают И ты тоже делай А зачем? Знаешь, я занимаюсь в компании корпоративной культурой Мне все это очень близко Просто потому что я осознанно там изо дня в день этим занимаюсь И отскочу в бок, у меня прям был такой приятный момент на этой неделе Я же на прошлое уж не помню На прошлое, наверное Когда я на планирование сказал человеку Что, смотри, ты целишься там в 600 участников А надо 2000 Потому что 600 не решит наших задач Он мне потом написал Спасибо за атмосферу В которой, когда ты поднимаешь мне план в три раза Я не паникую А спокоен и даже радуюсь То есть это как раз про blameless Про возможность ублажаться Там куча вещей, которые я сознательно внедрил И у меня были прям такие моменты Когда мне говорили Мне в компании вот это очень нравится Мне в нашей компании очень нравится Например, то, что мы можем открыто Про свои какие-нибудь личные проблемы говорить Которые влияют на работу Я такой А я сознательно это внедрял Я помню, как я это придумал Как я это внедрил Через какие инструменты Круто там Я молодец, это работает Да, очевидно, что на уровне команды На уровне работы с людьми Нам тоже нужен свой рецепт успеха За счет чего мы хотим выиграть Мы хотим выиграть, например За счет самоорганизации и осознанности То есть люди понимают общие цели Понимают свой вклад в общие цели Договариваются друг с другом У нас очень низкий управленческий налог То есть расходы на менеджера На одного работающего сотрудника Очень мало Мы говорим, вот и наш рецепт успеха И вся культура, все процессы Подчинены тому, чтобы построить именно это А там, где мы от этого отклоняемся Мы говорим, слушайте, мы Идем вразрез со своим рецептом успеха Это требуется прекратить Или наоборот, наш рецепт успеха Это то, что у каждого человека И своя делянка Мы ему выделили вот Типа работать от завтрака до забора И он точно знает свои должностные обязанности Он точно знает свою инструкцию И весь секрет в том, чтобы он Все быстрее и быстрее это делал Чтобы то, что он сегодня делает за 4 часа На следующей неделе он сделал за 3.50 И тогда нам не нужна никакая культура Даже и развитие Нам нужно просто, чтобы человек Эффективно выполнял свою работу И все подчинено будет Условно говоря, таймингу, эффективности Обратная связь по времени, по результату Окей, приемлемый результат за минимальное время Вот он, наш рецепт успеха Какое там обучение? Выкиньте, это просто расходная часть В такой ситуации Абсолютно То есть тут просто вопрос в том, что Мне очень понравилось, что ты сказал Что ты, чтобы создать какое-то поведение Ты выбирал некоторые инструментарии Для того, чтобы это так работало Например, у тебя же не просто так Блеймлесс возник Потому что, с одной стороны, ты передал компетенции Как, соответственно, мы даем обратную связь А во-вторых, например, ты убрал элементы Что если я облажался, мне премию сняли Потому что я могу сколько угодно учить Давать безобвинительную обратную связь Но премия при этом как бы уплыла Наоборот у меня даже было Я говорил о том, что Человек не совершает ошибок Когда работает сильно ниже своей планки Поэтому те, кто не совершает ошибок Первый кандидат на увольнение Да, то есть, видишь, это опять история про структуру Вообще глобально Там есть миллион моделей Про организационный дизайн Есть как минимум 5 таких основных вещей Которые задают, что мы в итоге получаем Наш бизнесовая стратегия От которой все отталкивается То есть, опять же, мы конкурируем На конкурентном рынке С большим количеством игроков С большим количеством изменений Или мы монополист к сырьевой Это очень разные стратегии Совершенно все по-разному будет внутри выглядеть Дальше у нас есть базовый кусочек Связанный с структурой То есть, это то, что Про распределение полномочий Власти в организации Ну, соответственно, по сути Как у нас квадратики на оргчарте выглядят Вот эта часть Второй раз у нас есть квадратики Квадратики должны работать вместе У нас должны появляться какие-то процессы Интеграции, координации Как это все вместе связывается И вот очень часто На этом останавливается Когда мы думаем о том, что будет в организации Максимум мы подумали Об этих трех И то, скорее всего, очень часто я вижу Стратегия забыта Мы просто нарисовали квадратики И придумали, как они вместе будут работать А чтобы что они вместе будут работать Подумать часто забыли К сожалению Мне очень печально это видеть Но есть, как минимум, еще две вещи Которые мы часто забываем Это структура целеполагания вознаграждений То есть, что мы считаем правильным поведением И что мы вознаграждаем Причем это как на уровне Денежного материального вознаграждения Так и нематериального Просто сказать Ребята, блин, вот это сделали офигенски Это тоже часть вознаграждения Правильного поведения И еще один большой кусок Это HR политики практики Как мы каких людей мы нанимаем Как мы их увольняем Продвигаем, развиваем Это тоже огромная часть То есть, опять же У меня есть возможность Получить больше денег За то, что я развиваю соседние компетенции Или ее нет Это будет создавать разное поведение И вот эти все штуки вместе Будучи спроектированными в организации Создают очень разное повторяемое поведение А повторяемое поведение Это и есть культура И вот мы не можем просто прийти И увещевать людей Что, ребята, мы команда Мы просто все вместе работаем Плакаты красивые по офису развесить Вот эти вот инициативы Culture Book напишем Нет, не работает так Нужно действительно идти что-то делать Говорить, ребята, если вы не ошибаетесь Вы действительно Мы считаем, что вы просто как-то Не ошибается тот, кто ничего не делает Это просто сигнал для нас Что вы ничего не делаете Или ставите перед свои такие цели Чтобы априори они были достигнуты Это структурный элемент Который в итоге создает нужную культуру Да, у меня, например, был момент Опять, все зависит от контекста Потому что когда какое-то поведение Уже вошло в культуру Его не надо поддерживать ритуалами Ну, скажем так, гораздо меньше Надо его поддерживать ритуалами Но был момент, когда мы праздновали ошибки Когда у меня прям был целый ритуал в команде Тот, кто круто облажался на этой неделе Он что-то крутое попробовал И прям вообще там все пошло не так Мы обязательно его хвалили Мы за смелость, за то, что он попробовал И прочее прям И это дало очевидный интересный результат Но понятно, что это возглавлял я То есть вряд ли коллеги бы это сделали И вряд ли это дало бы результат, если бы человек не видел это от меня лично Это, во-первых, пример поведения А во-вторых, понимание людей Которые имеют возможность влиять на структуру организации Ну, условно, я как человек в команде Не приду и не скажу Слушайте, что-то мне мои цели не нравятся Потому что они индивидуальные, они командные Давайте-ка мы их перепишем Нет, это может быть только с Ключики к этим изменениям всегда у топ-менеджмента Поэтому, кстати, вот в контексте скрама Миллион тысяч раз Вижу, что топ-менеджмент вообще наплевать на скрам На все остальное Опять же, потому что они понимают Какую они задачу решают Зачем им это нужно Какой им результат даст И в итоге у нас есть куча вот этой обвязки Индивидуальные треки развития Функциональное подчинение И все такое Потом мы говорим Ой, у нас скрам не работает Да блин, у вас не скрам не работает Вы просто не понимаете Зачем вы его делаете У вас нет поддержки людей Которые могут сделать, чтобы он сработал А они не понимают Зачем он им нужен Потому что у них и так в целом В организации все хорошо Ну, все хорошо Отстаньте от себя Любое изменение Это издержки Если все работает Вы получаете Вам кайфово Вы зарабатываете столько денег Сколько вам нужно Кайфуйте Знаешь, вот я сейчас Пока мы рассуждали про это Увидел, что моя формула По отношению к продукту Она к команде применима Пункт первый Вы общаетесь с командой С людьми Это не обязательно делать лично Вы это можете делать через HR Через психологов Но тем не менее Вы знаете, что на самом деле Происходит с людьми Так же, как когда я говорил Вы общаетесь с клиентом Это не обязательно Там генеральный директор Должен идти И общаться с покупателем Хотя, в общем Хорошая практика Вот Вы общаетесь С сотрудниками Пункт второй У вас есть рецепт успеха Вы понимаете За счет чего Вы хотите преуспеть И пункт третий Вы делаете вещи Которые согласуются С этим рецептом успеха Делайте именно то Что считаете своим Рецептом успеха И не делайте то Что ему противоречит И если это так У вас опять же Все работает И скрам Это Некий набор инструкций Который может Имитировать эти вещи На стартовом этапе Это действительно Набор костылей В медицинском плане Если вы еще Не знаете Как Работать с такими Материями С чего-то Нужно начинать И Эксперименты Со скрамом Лично мне Дали возможность Набрать опыта За что я ценю Скрам За то, что он Обладает Некой целостностью То есть его можно Внедрить целиком И увидеть Все что не работает Но тем не менее Когда ты внедрил скрам Пусть формально У тебя все процессы Как-то Но работают Вот И Вот мой личный путь Он был таким Я внедрял скрам По учебнику Изучив его На тренингах Общаясь С консультантами Но тем не менее Я внедрял По букве Да А со временем Понимал Как он работает И понимал Как мне удобнее Это делать А вот то, что я делаю Сейчас Вообще не похоже На скрам Хотя корнями Уходит в него И Вот Что сейчас у меня есть Это вот этот Секрет успеха Продуктовый Секрет успеха Командный И действия Которые с этим согласованы Скрам По сути есть В твоей терминологии Секрет успеха Если ты веришь Что Для твоего успеха Тебе нужна Возможность Максимизации Поставляемой ценности Адаптивности Короткие циклы Обучения Ты берешь скрам И он по сути Тебе и говорит Это наш рецепт Дальше ты сравниваешь Почему жесткий Вот опять же Возвращаясь на начало Потому что ты сравниваешь Свою организацию О, вот эта штука Противоречит Но если мы верим Что это наш рецепт успеха То нам нужно в организации Что-то поменять Чтобы оно соответствовало Тому, во что мы верим Отсюда эта жесткость А касательно того То, что применяется Это идея И к продукту И к организации Опять же В Японии Уже давно это придумали Если посмотреть В Гэмбу Часто мы там Знаем Что это Про то посмотреть Вместо Где потребляется ценность То есть где люди пользуются продуктом Изначально Это где потребляется Или создается ценность То есть это то, что называется Workshop Floor Как люди-то работают На создание продукта Те же самые Два цикла Блин Вложенных На котором тебе нужно работать Над продуктом Который ты создаешь Над тем Как ты создаешь продукт Ничего не ново под луной В этом смысле И давай потихоньку Будем финалить Наш разговор Да Вот я так Свои размышления Здесь закруглю И приглашу тебя Свои выводы сделать Вот Что я сейчас Понимаю Что я сейчас чувствую У меня До сегодняшнего разговора Был некий скептицизм Относительно скрама Потому что я его менял Я его Там По кускам выбрасывал Из своих процессов Я повторюсь Начинал со скрама И от него Активно уходил И Сегодня Общаясь с тобой Я испытал благодарность К тому Что этот этап Был в моей жизни Этот этап Был в жизни нашей команды Потому что Он действительно Дал мне возможность Полностью начать И вот эта жесткость На старте Когда мне Не надо было думать Как сделать лучше Я просто внедрял его По букве Да Она была хороша Она позволила мне Не сильно путаться И не сильно ломать дров На старте А потом По мере Там накопления Моего личного опыта Я прям очень быстро Начал кусками Все менять И повторюсь Там то Что я сейчас делаю Вообще не похоже На скрам Но Это было то семечко Из которого Выросло дерево Там Моих Текущих знаний И текущей Корпоративной Культуры Компании Нет уже Этого семечка Но если бы Его не было Тогда И дерева Бы тоже не было Поэтому Я очень благодарен Авторам Скрамгайда За то Что они Сделали свою работу Я очень благодарен Тем Кто развивает Этот фреймворк Потому что Такие ребята Как я Могут с этого Начать Единственное К чему я призываю Когда из семечка Вылупляется Росток Он уничтожает Семечко Не надо Оплакивать Семечко Не надо Переживать Потому что Мы были Желудем А стали Дубом Все нормально Желудь Это первая фаза Она быстро пройдет И это здорово Поэтому Если то Как вы работаете Сегодня Не похоже На скрам Вообще Но при этом Выполняет Свою главную цель А главная цель Повторюсь Для меня лично Вы знаете Свой секрет успеха И ваши действия Согласованы С этим секретом успеха И вы общаетесь Со своими Клиентами Сотрудниками То Все отлично Мне кажется Тут В продолжении Стоит забывать Что скрам Это просто Имплементация Определенного набора Более глубоко Лежащих принципов Просто чтобы Например Разобраться Глубоко В том же самом Переживем мышлении Вы потом пойдете Копать теорию Очередей Вы потом пойдете Копать Теорию ограничения Систем А там где-нибудь Сбоку еще всплывет Что когда это Становится Чуть сложнее Вам еще нужно В базовом Принципе Системного мышления Добавить Это большой Объем вещей Скрам просто Вам дает Имплементацию Из коробки И это И плюс И минус Потому что Плюс в том Что вам В этом смысле Упрощена Большая Исследовательская Работа Вот от Сороковых Годов Прошлого века В кучу Управленческих Теорий Но это и минус Потому что В любом случае В конечном итоге Вы поймете Что я не понимаю Почему оно работает Или не работает Я не понимаю Какую задачу Оно должно решать И почему не решает Или наоборот А почему Вот это работает А не работает Что-то другое И это классная штука Как минимум Для того Чтобы начать Разбираться В базе Если вы хорошо Понимаете Базовые принципы То всегда Лучше руководствоваться Базовыми принципами Вы В продуктовой разработке В конечном итоге Придете К чему-то Очень сильно похожему Ну просто потому что Огромное количество Людей с течением Времени Пыталось Разными способами Имплементировать Приходило Все равно Примерно В разных терминологиях В разных понятиях В терминах Секрета успеха Базово Вот именно Чего мы хотим получать Не меняется Но я всегда за то Что Будь то скрам Любой другой подход Разберитесь Почему это работает В каких ограничениях Это работает И на каких принципах Это базируется Фреймворки Будут меняться Мы сейчас Имеем Скрам Так как мы его имеем Там как До этого В девятнадцатом году Было обновление Скрам гайда До этого В семнадцатом Он тоже живет Не статичная штука Будет что-то еще появляться И вот когда Что-то новое появляется Здорово Иметь Навык Смотреть И видеть Вот это может сработать Потому что А вот это не может сработать Потому что И когда я говорю Сработать В плане улучшения Тех результатов Которые мы как организация Получаем Еще одна такая важная штука Мне кажется Стоит отказаться от оценок Это хороший фреймворк Это плохой Это фреймворк Который поможет нам В достижении нашего результата А это какая-то штука Которая может в вакууме Классная Но нам никак не поможет И конечно же Не надо смотреть На опыт других компаний Думать Что если вы воспроизведете Эх процесс Вы получите аналогичный результат Так это не работает И никогда работать Не будет Сто процентов Поэтому вот эта вторая часть Связанная с тем Как мы как организация Работаем Что у нас есть Чего у нас нету И как мы В этой точке Можем продвигаться Вот часть связанная С улучшением Нас как организации Она супер Тоже важна Универсального Рецепта нет К сожалению Каждая организация Должна будет найти Тот который работает Для нее Люди разные Контексты разные Продукты разные Нельзя взять и скопировать Роман Скажи пожалуйста С каким ты ощущением Завершаешь этот разговор Что тебе было интересно Может что-то унесешь Отсюда Слушай Мне всегда интересно Общаться с людьми С разными мнениями Причем С Схожими с моим С не схожими с моим Потому что я вообще верю Что Чем больше Разных взглядов Есть на Любой вопрос Тем больше вероятность Что мы где-то Пересечении этих взглядов Найдем что-то Что-то новое Ну то есть много чего уже там Исследовано Открыто И так далее И только вот на каком-то таком Пересечении Будь то областей знаний Мнений И так далее Появляется что-то клевое Поэтому я всегда С большим удовольствием В честь У меня особенно У которых есть какой-то Реальный опыт Потому что Очень много К сожалению Ведется дискуссий Типа А я вот там В одном месте в интернете Прочитал А я в другом месте В интернете прочитал Вот вам ссылка Или вот вам На ютубе посмотрите Нет Вот всегда очень интересно Говорить с людьми Которые пробовали Ошибались Не бояться Говорить об этом Что блин Мы ошибаемся Это нормально Мы не можем Всего учесть Сразу Поэтому Я ухожу Довольный И счастливый В плане того Что Так вот у нас Диалог состоялся Супер Про ошибки Добавлю Я так вот Оцениваю Что количество Действительно Успешных Моих управленческих Решений Это где-то там 2-3 из 10 Остальное Это То что не получилось Вообще При этом Убытки Конечно Прибыли Бесконечно Неудачные решения Они просто Очень быстро Пересматриваются Ведут к какому-то Небольшому Минусу Ну и фиг с ним Зато удачные решения Остаются со мной Надолго И Приносят много Точно И Кстати Ты очень попал В среднюю статистику В любого рода Гипотезы Продуктовых Примерно 2-3 из 10 Ну то есть Вот Если у вас Успешный успех Вы врете Вам врут Вы не видите Картины Как она есть Не бывает Такого Что у вас 80% решений Успешные Просто не бывает В этом физическом мире Супер Так что Коллеги Управленцы Директора Не стесняйтесь Ошибаться С этим все Так Все мы этим занимаемся Просто Некоторые стесняются Об этом сказать И Если вам интересно Поговорить Про Внедрение Разных Управленческих Методик По изучениях То Зайдите на сайт Scrum.ru Ссылка обязательно будет В описании Там много Интересных Курсов И есть о чем Поговорить с коллегами И Если вам понравился Этот разговор Лайк Подписка До свидания Хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok